Слава Украине! Привет всем от Полонского по поводу ликвидации последствий подрыва расистами Каховской ГЭС. В Херсоне и вообще в области вода упала более чем на 30 сантиметров, тем не менее в том же Херсоне превышение, насколько я знаю, над обычным уровнем еще более двух метров, по-моему 2 метра 13 сантиметров, не отвечаю за сантиметры, но превышение большое. И если вот она будет падать, эта водичка там по 30 сантиметров в день, то это еще, ну, дней 7 может быть, еще неделя, короче говоря, будет подтопление. Потом будут, это же еще не все, вот это сейчас вода сойдет, а потом надо будет выкачивать насосиками воду с подвалов, девятиэтажек, пятиэтажек и т.д. и т.п. Да, это еще, это еще история, да, особенно вот этот микрорайон остров, там, конечно, и порт тоже самое, там вот такой, ну, в работу будет море, конечно, насосы сейчас завозятся, все это завозится, генераторы завозятся туда, но все равно это, это еще кусок работы и кусок жизни. Далее, по селам остается подтопленными, не только по селам, а вообще в Херсонской области более трех тысяч зданий, на настоящий момент это очень много. По селам, значит, Вылыка и Малакардашинка уже сухие, вода отошла, а вот Гопры, там еще центр залит, восточная часть города залита, из-за лешек потихонечку вода уходит, но говорят, что находят людей, которые там погибли во время прихода большой воды, но вот я не верю цифрам, рашисты начинают распускать цифры о там сотнях утонувших, лично я в это не верю, но я думаю, где-то там десятки, может, и будут, да. То есть, рашисты пытаются на всем сделать панику, на всем сделать какой-то хайп ненужный, при этом они не занимаются абсолютно помощью пострадавшим, единственное, чем заняты сейчас рашистские эти нелюди, они вот грабят, грабят дома, грабят, хозяев нету, хозяева, получается, кто-то эвакуировался, кто-то как-то сбежал, и вот они, пока вода высокая, они, значит, на лодках шныряют между домами, вывозят все, что только, все, что только можно. Так же, как это было в Херсоне перед освобождением, и все это прекрасно помните. Вот в этом вся, как говорится, вся Россия. Да, ну а в самом Херсоне вода падает потихонечку, везде она падает, несколько сел уже остались, скажем так, без воды, ну а мусор, который нанесла вода со стороны Каховского, Каховской ГЭС, он сейчас уже плавает и до Одессы, и дальше пошел, то есть загрязнение Черного моря пошло очень сильно. Сейчас еще один вопрос, это, конечно, эпидемиологическая обстановка, потому что, бог его знает, там и погибшее животное на сегодняшний день в воде, и очень много погибшей рыбы в воде, там было падение сумасшедшее, вы же прекрасно знаете, в Каховском водохранилище, и вокруг него было сумасшедшее падение уровня воды, соответственно, меньше кислорода и т.д. и т.п. Рыба пропала, ну и сами понимаете, что это все ничего хорошего для экологии и для эпидемиологической обстановки тоже не несет. В любом случае, можно сказать, что самая острая фаза затопления уже прошла, и в настоящий момент начинается уже активная ликвидация последствий того, что сделали расисты с нами. Но ничего, ничего, заплатят обязательно за все.